Витебская областная филармония в пятый раз распахнула свои двери перед участниками венского бала. В этом году под торжественный полонез на паркет вышло около сотни человек. На протяжении трех часов стены зала пропитывались атмосферой 19 века. Вальс и интерданцы попробовала исполнить Полина Силая. Матеуш почти не знает русский, но с участниками бала говорит на одном языке – танца. 18-летний парень родом из Вены, и он уже три месяца в Витебске. Он волонтер благотворительной организации Caritas. Я попал в Витебск благодаря социальной программе, которая осуществляет Caritas в Австрии. Австрийский Caritas связался с белорусскими, интересуясь, может ли кто-либо тут поддержать социальную программу. И вот сейчас я прибыл сюда в качестве волонтера, чтобы помочь белорусскому Caritas. Главное направление моей помощи – это люди с ограниченными возможностями. Каждый день в центре Caritas я работаю с людьми, имеющими психические расстройства. Я разговариваю с ними, но скорее пока больше слушаю, потому что мой русский еще не так хорош. Помогаю с некоторыми мелочами в уходе. Многие ребята участвовали в Бали впервые, из-за чего на Полонезе, которая открывает вечер, в воздухе витало напряжение. Я волнуюсь, но если только совсем чуть-чуть, больше я наслаждаюсь прекрасной атмосферой этого вечера. Я очень рада, что мне выпал шанс поучаствовать в таком мероприятии. Это очень красиво, очень атмосферно и действительно феерично здесь участвовать, танцевать и видеть всех этих дам в длинных платьях и кавалеров в смокингах. Я безумно благодарна организаторам за то, что у них появилась такая идея и за то, что они ее таким образом воплотили в жизнь. Это мой первый венский бал. И безусловно, я сейчас немного волнуюсь. Сейчас будет мой первый полонез в этой жизни, первое торжественное восшествие на этот бал. И я хочу... вот он уже начинается, и я хочу получить максимальную бурю эмоций. На счету Алины Покрушинской уже пять венских балов. Бывало, ей приходилось добираться на них прямо с корабля. В тот раз, да, я прямо с поезда бежала в филармонию практически пешком. Прическа у меня была сделана в Минске, но она немного растрепалась к началу бала. А платье у меня было... платье было готово, его привезли сюда. Слушай, Даша, наслышано о таком движении, как пиво, это составляющее бигемской польки. Все называют его самым сложным в Минском Бале. Не могла бы ты мне его показать? Конечно, могу показать. Давай попробуем. Давай попробуем. Это и правда очень сложно, но надеюсь, хоть что-то я освоила из этого венского бала. У тебя очень хорошо получилось для первого раза. Спасибо. Юбилейный венский бал, организованный в гимназии номер два и прошедшей филармонии, уже в пятый раз порадовал учителей, учащихся, родителей и гостей. По традиции программа включила в себя три отделения, всего 20 танцев, в их числе польки, вальсы и контрдансы. В этом году венский бал закружил около сотни участников и еще больше гостей. По трех толках шла, как за все, до три месяца. Их этот бал для нас особливый тем, что он самый шматликий. Для нас великий гонор и великая радость, что в Полонезе, например, тутельничая сто человек. И в этом году мы саправды собрали людей с разных кутков света. До нас приехали гости с Бреста, с Вены, с Люблина. И мы так само объединяли наставников, детей и учням. И это особливость нашего пятого баля. Мы каждый год робим такую доброчинную акцию. И все лето мы супрацовничали с доброчинным товариством «Каритас». И мы для тех людей, якими опекуется «Каритас», сбирали книжечки, малеванки и скангорды. Вот такие речи. Венский бал – изюминка Витебска. Он вдохновляет молодежь, вызывает неподдельный интерес к истории танца и дает возможность провести вечер, как в Старой Вене. Полина Сивая, Сергей Фомичев, студия «Видикон». Субтитры создавал DimaTorzok